В минувшую субботу 12 сентября вечером в филиале Висогинского центра рекреационных услуг Висогина Паркас студенты летней школы Европейского гуманитарного университета представили свою концепцию современной библиотеки нашего города. Студенты и преподаватели этого Европейского университета знакомы многим висогинсам. Еще в 2015 году они выбрали наш город в качестве объекта для научного исследования в рамках программы постядерного урбанизма. В прошлом году они проводили исследования и консультации с общественностью нашего города по теме публичной библиотеки, ее функциональности и месторасположения. Летняя школа 2020 года уже шестая по счету. В ней участвовали студенты из Китая, Исландии, Англии и Германии. Их задачей была разработка инвестиционного пакета для новой городской библиотеки в Висогинесе в сотрудничестве с местной властью и иными городскими учреждениями. Работа студентов, как всегда, была разделена на теоретическую и практическую части. Во время первой гости пообщались с игроками, как они сами назвали, своей программы. Были выбраны представители общественности, тем или иным образом способные выразить свое мнение по поводу того, какой ожидали бы видеть современную библиотеку в своем городе Висогинце. Во время теоретической работы разработчики функциональной концепции, по их словам, встретились и с городским руководством. И поскольку место для новой урбанистической структуры было выбрано в здании Вильте-С-3, то студентов интересовало прежде всего, как видят висогинские власти его будущее. Оказалось, что руководство настроено решительно, здание должно быть снесено. От этого и отталкивались студенты. Но при этом они прислушались и к мнению инициативной группы, желающей сохранить уникальное строение. В результате, во время второй практической части работы над концепцией была предложена идея оставить отдельные архитектурные детали здания, а также придать будущей библиотеке его контуры. По словам студентов, разработка концепции публичной библиотеки Висогинеса должна удовлетворить потребности всего города на нынешнем этапе преобразования. По замыслу разработчиков, новая библиотека должна не только объединить обе существующие библиотеки, центральную и филиал, но стать центром для встреч, активным местом проведения досуга, спокойным камерным пространством для деловых переговоров, а также приютить в своих стенах городской музей. При этом разработчики замечают, что функциональная библиотека будет привлекательным местом не только для горожан, но и для гостей Висогинеса. Несмотря на то, что разработка архитектурного облика новой библиотеки не входила в задачи разрабатываемого проекта, студенты все же проявили инициативу и сделали визуализацию библиотеки будущего, сохранив при этом не только контуры существующего здания бывшего детского сада по Вильтестри, но и привычное внутреннее пространство. Так, например, по мнению студентов, внутренний дворик библиотеки должен сохранить схожесть с большим холлом этого здания. Также они предложили использовать те же строительные материалы и сохранить некоторые архитектурные элементы, которые будут напоминать о бывшем здании детского сада. Создатели концепции обратили внимание на некоторые архитектурные и декоративные элементы, использованные во время строительства нашего города, которые могут стать визитной карточкой и своеобразным наследием, подчеркивающим уникальность архитектуры нашего города. Как сказал нам руководитель группы Сергей Любимов, предполагалось, что финальная презентация итогов недельной работы пройдет в узком кругу, так как работа студентов не несет официального статуса и не является конечным продуктом для принятия каких-либо решений. Тем не менее, на эту встречу пришли представители инициативной группы жителей Висагеноса, для которых важно сохранение архитектурного облика города и здания Вильтестри в частности. В качестве итогов встречи студенты заметили, что концепция носит рекомендательный характер. Их учебная практическая работа направлена на исследование возможностей использования существующих инфраструктур для решения функциональности зданий бывшего советского ядерного города. Висагенос, по их словам, стал исследовательской и экспериментальной площадкой для разработки разумных подходов к функциональной модернизации постсоветских городов.